В наших выпусках мы постоянно рассказываем о различных проблемах, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, стремясь с помощью экспертов в этой сфере подсказать гражданам правильный алгоритм действий для решения и защиты своих законных интересов. И вот очередная довольно типичная история. Больше пяти лет величане, проживающие в многоквартирном доме 56-1 по улице Паши Савельевой, не могут принять горячую ванну. Вода из горячего крана идёт, как они говорят, чуть ли живая. Вместо положенных 70 градусов всего 33. В причинах коммунальной проблемы разбиралась наша съёмочная группа. Утром встаём, чтобы вода горячая пошла, надо холодную спустить из горячей трубы. Полчаса проходит, сколько? Это в месяц денег набегает лишних. Жильцы дома 56-1 на Паши Савельевой в юности уже забыли, когда последний раз мылись в горячей ванне. Чтобы принять тёплый душ, и то надо постараться. В ванной вода не поступает горячая. Прежде чем мне сходить в ванну, я полчаса должна слить из горячего крана, чтобы у меня пошла вода даже больше. Сейчас и змеевик холодный, и вода никак не идёт. Сливаешь, сливаешь. На ту же проблему сетует и Сергей Михайлович. Он неоднократно обращался в свою управляющую компанию, на балансе которой находится этот многоквартирный дом. ЖСК «Искра-117». Но ситуация не меняется который год. Специалисты управляющих компаний неоднократно замеряли температуру воды. 33 градуса вместо положенных по норме 70. Мужчина обращался и в прокуратуру, и в администрации района, и города. Но толка пока, увы, нет. Причём, по словам мужчины, счёт на горячую воду приходит по полной программе. Вот самый, наверное, ранний, 13-й год. Видите? Видите температуру? Горячей воды вместо 70. Мы связали СУКА, чтобы прояснить ситуацию и узнать причину, почему потребители не могут получать качественную услугу по горячему водоснабжению. В первом подъезде к ним идёт эта потеря, а тверская генерация не даёт должных параметров. Первое решение проблемы в генерации, если генерация даёт нормальный перепад давления, идёт циркуляция воды по дому, и до первого подъезда доходит довольно-таки хорошая вода. По поводу перерасчёта за горячую воду тоже не всё так просто. Пересчёт они нам не делают, потому что у нас стоит общедомовый счётчик. Они мне объясняют так, что вы сколько потребили дикокалорий, вы столько и оплатили. Как пояснил руководитель ЖСК-117 «Искра», в ближайшее время жители дома напишут коллективную жалобу на тверскую генерацию по поводу некачественного предоставления услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения этого дома в адрес госжилинспекции. Будем надеяться, что тогда ситуация сдвинется с мёртвой точки, и жильцы всё-таки смогут пользоваться всеми благами цивилизации. Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно расскажем об этом в следующих выпусках новостей.